всем привет дорогие мои друзья сегодня хочу поделиться с вами первым опытом изготовления ну и употребления сашими и сырой рыбы домашних условиях купил сегодня рыбки нашинковал оформил все красивенько смотрите какая прелесть ну как лучше в ресторанах еще спаржа огурчики острый перец соевый соус и конечно же таким вот образом буду сегодня наслаждаться японской кухней себя дома все сделано вот этими вот руками также этими руками на клавиатуре моего компьютера была написана музыка которая сопровождает данное видео как вы наверное знаете ну те кто давно уже подписан на мой канал кто не подписан можете сделать это прямо сейчас так вот и кто давно меня знает знают что я занимаюсь профессионально занимаюсь созданием музыкального сопровождения для фильмов видеоигр и любых других медиапроектов поэтому если вдруг кому-то из тех кто смотрит это видео нужна музыка для их проектов смело можете обращаться ко мне контакты на связи в описании к видео я полагаю что никто из взрослых людей пробовавших сашими и сырой рыбы не стали спорить с тем что эта штука невероятно хороша в качестве закуски к алкоголю поэтому да вот рюмочку другую хорошей водки сегодня это водка айсберг которая вероятно делается из растопленных айсберг может быть тут даже частиц частица того айсберга который потопил титаник присутствует он невозможно да они ведь долго живут да так что да вот сейчас под рюмочку хорошие водки плохую водку ведь вообще на самом деле пить не стоит вот сейчас выпьем за ваше здоровье вместе с этим интересным товарищем ну а деньги на всю эту роскошь заработаны конечно же на музыке гонорары за проекты я хочу еще поэтому снова приглашаю всех кому музыкальное сопровождение нужно заказать его у меня должен еще отметить что очень давно я ел сашими никогда защищал рестораны японской кухни никогда заказывал туда еду даже не знаю почему так возможно потому что когда заходишь японский ресторан заходишь туда не стилью насладиться потом почему потому что в российских ресторанах японской кухни все конечно хорошо и вкусно но немножечко неправильно делается то есть наслаждаться там едой в полной мере наслаждаться полной мере несмотря на то что все вкусно несмотря на то что все прекрасно приготовлено наслаждаться там едой в полной мере не получается почему потому что вкус не аутентич аутентичны изначально когда японские рестораны в россии только появились все было очень круто чувствовалось просто вот море японии он стали делать все-таки как-то больше по-нашему там майонез хуярит и это и это стало уже давно это стало уже давно обычной едой а уж и не каким-то утонченным возвышенным идеалом японской кухни так вот когда я впервые пробовал японскую кухню это было тоже очень давно лучше больше 20 лет назад там все было именно сделано по всем правилам делается в японии этот вкус я не забуду никогда так вот сейчас не взирая на то что все это я сделал сам себя дома я чувствую тот самый вкус вот ровно тут тот же самый вкус который я ощутил в первый раз когда я это попробовал понимаете так что наверное стоит посоветовать всем кто хочет также ощутить этот аутентичный вкус точно так же готовить это все самостоятельно у себя дома а тем более что тем более что этот сет который получился у меня процентном соотношении от закупленных продуктов тут конечно было использовано не все ну рыбы и всего прочего я купил где-то на тысячу рублей здесь же здесь же процентном соотношении задействованы рублей 350 400 я так полагаю ну максимум 500 а любой ресторан за такой же точно сет возьмет с вас ну как минимум тысячу но скорее больше полторы или две это понятно конечно что почему такое ценообразование потому что ресторан должен платить не только за сами продукты да но он должен платить еще и зарплату своим сотрудникам он должен платить еще налоги и оплачивать электричество воду и т.д. но тем не менее факт остается фактом тем более что времени на приготовление данного сета ушло всего лишь около часа примерно столько же примерно столько же вы ждете доставку из ресторана что наверно над этим стоит подумать ну давайте ребята вместе с интересным товарищем снова выпьем за ваше здоровье закусим закусим прекрасным кусочком сашими из горбуши из горбуши добавим немножко спаржи и продолжим слушать прекрасную музыку созданную вашим любимым композитором Антоном Вердуцким